Кто понять поможет? ФИЗИКА! Парамагнетики и диамагнетики Всякое вещество является магнетиком, то есть способно под действием магнитного поля приобретать магнитный момент, намагничиваться. На вращающийся по орбите электрон, как на замкнутый ток в магнитном поле, действует вращающий момент сил. В результате электрон получает дополнительное равномерное вращение, при котором вектор момента импульса L большое будет описывать конус вокруг направления индукции B с некоторой угловой скоростью омега. Такое движение называется прецессией. Кто понять поможет? ФИЗИКА! Вещества, намагничивающиеся во внешнем магнитном поле против направления поля, называются диамагнетиками. Например, аргентум – серебро, аурум – золото, кукрум – медь. Диамагнетизм свойственен всем веществам, так как под действием внешнего магнитного поля на электроны атомов вещества образуется собственное магнитное поле вещества, ослабляющее внешнее магнитное поле. Кто понять поможет? ФИЗИКА! Парамагнитные вещества – вещества, намагничивающиеся во внешнем магнитном поле по направлению поля. Пример. Редкоземельные металлы, платину – платина, алюминию – алюминий. Кто понять поможет? ФИЗИКА! Намагниченность в магнитное поле в веществе. Вектор намагниченности G равен отношению вектора магнитного момента магнитика P с индексом M на объем V и равен отношению суммы отдельных магнитных моментов P с индексом A на объем V, где P с индексом M равен сумме отдельных магнитных моментов P с индексом A. В несильных полях намагниченность G пропорциональна напряженности поля H, вызывающего намагничение. Хи – магнитная восприимчивость вещества, безразмерная величина. Для диамагнетиков хи отрицательный, хи меньше нуля. Поле молекулярных токов противоположно внешнему полю. А для парамагнетиков хи положительный, хи больше нуля. Поле молекулярных токов совпадает с внешним. Абсолютное значение магнитной восприимчивости для диамагнетиков и парамагнетиков очень мало. Порядка 10-4, 10-6. Магнитная проницаемость вещества мю равна единице плюс восприимчивость хи и равна отношению магнитной индукции в веществе к магнитному полю в вакууме. Эта безразмерная величина называется магнитной проницаемостью вещества. Магнитное поле B равно произведению магнитной постоянной мю нулевое на магнитную проницаемость мю и на напряженность магнитного поля H. Для диамагнетиков мю меньше единицы, для парамагнетиков мю больше единицы. Ферромагнетики и их свойства. Помимо слабомагнитных веществ, диамагнетиков и парамагнетиков, существуют сильномагнитные вещества, ферромагнетики. Это вещества, обладающие спонтанной намагниченностью. То есть они сохраняют намагниченность при отсутствии внешнего магнитного поля. В отличие от слабомагнитных веществ, у которых намагниченность G линейно изменяется с ростом H, у ферромагнетиков при увеличении H намагниченность растет сначала быстро, а затем выходит на насыщение G. Магнитный гистерезис. Зависимость намагниченности G от напряженности магнитного поля H в ферромагнетике определяется предысторией намагничения. Это явление называется магнитным гистерезисом. Если ферромагнетик намагнитить до насыщения, кривая 0,1, а затем уменьшить H, кривая 1,2, то при H, равном 0, в ферромагнетике останется остаточная намагниченность G остаточная. Это явление используется для изготовления постоянных магнитов. Для того, чтобы уменьшить намагниченность до 0, надо приложить противоположно направленное поле, точка 3, с напряженностью H с индексом C, которая называется коррцитивная сила. При дальнейшем увеличении противоположного поля ферромагнетик перемагничивается, кривая 3,4, достигая насыщения точка 4. Затем его можно опять размагнитить, кривая 4,5,6, и вновь перемагнитить до насыщения, кривая 6,1. Таким образом, изменение намагниченности описывается кривой 1,2,3,4,5,6,1, которая называется петля гистерезиса. Кто понять поможет физика? Доменная структура. Для каждого ферромагнетика имеется определенная температура, называемая точкой кюри, при которой он теряет свои магнитные свойства. При нагревании выше точки кюри, ферромагнетик превращается в обычный парамагнетик. Ферромагнетик разбивается на большое число микроскопических областей, доменов, самопроизвольно намагниченных до насыщения. Внешнее поле ориентирует по полю магнитные моменты целых областей, спонтанной намагниченность, причем домены поворачиваются по полю скачком. Кто понять поможет? Физика! С физикой ложусь я, с физикой стою, на уроке физики я скорее бегу.